Ну, пришли к результатам в следующем, что мы движемся в направлении выхода на сессию Одесского городского совета с решениями дачи разрешения на разработку проекта отвода земельного участка по строительству дороги и размещения демпфертного площадки для администрации морских портов, для того, чтобы они могли обеспечить проезд транспорту, который идет по зеленому коридору. Второе, мы определили статус дороги, это будет ведомственная дорога, расположенная в промышленной зоне. Третье, мы определили сроки разработки детального плана и поставили задачи управления архитектурой Одесского городского совета о окончании работ по детальному плану территории и вынесении его на утверждение исполнительным комитетом городского совета. Также мы дали, еще раз утвердили сроки, установили сроки для обсуждения возможности зеленого коридора и заключения договора сервитута на территории евро-терминала для осуществления так называемого временного, хотя и платного, но временного обеспечения зеленого коридора для транспорта, заезжающего в Одесский торговый порт. На 20-го числа после сессии, уже после принятия, я надеюсь, принятия этих всех решений, мы подведем итоги и заслушаем вопрос о зеленом коридоре проезд через евро-терминал. Дорог в любом случае будет две, все-таки монополия в нашей стране запрещена. Одну будет строить евро-терминал и вторую строить будет администрация морских портов. Скорее всего, эти две дороги будут платные, так как это две будут ведомственные дороги. И уже, будем говорить так, монополия будет разрушена. Два монополиста, построив дороги, смогут предоставить компаниям-транспортным перевозчикам возможность выбирать, как заезжать. И будет, так сказать, борьба за услуги, борьба за качество оказания услуг. Будем считать, что это повлияет каким-то образом на развитие порта. Да, для города это самое главное, что мы уберем машины с городских улиц.